В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Главный детский кардиолог Московской области Альфия Дроздова провела прием маленьких пациентов в Видновской поликлинике. В последней базе очень информативно. Абсолютно немало кровоток. Совещание по пожарной безопасности на предприятиях провел временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Одно дело, когда кто-то там категорически что-то не хочет делать, а другое не проверки ради штрафов, а чтобы это была максимально контактная история и во благо, а не во вред. В музее-заповеднике Горки Ленинские открылась новая экспозиция, посвященная Надежде Крупской. Наши посетители часто нас спрашивали, какие именно книги хранятся в билетеке Крупской. Главный детский кардиолог Московской области Альфия Дроздова провела прием маленьких пациентов в Видновской поликлинике. Наш город стал юбилейным десятым населенным пунктом на карте проекта Министерства здравоохранения Подмосковья «Доступная кардиология». С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. В Видновской детской поликлинике заметное оживление. Все ожидают приезда сразу двух специалистов детского клинического многопрофильного центра Московской области. Главный детский кардиолог региона Альфия Дроздова и врач-пульмонолог Роман Будетский в течение пяти часов будут вести прием маленьких жителей муниципалитета. Врача-пульмонолога, специалиста по бронхолегочным патологиям довольно редко можно встретить в обычных районных поликлиниках. У нас хронический бронхит, у нас была мекоплазменная инфекция, мы лежали в Сеченово, ну вот в институте. Обычно мы ездили на Серпуховскую, а здесь нам удобно, то есть при месту жительства. В этот день консультацию пульмонолога удалось получить 20 маленьким жителям муниципалитета. Основная жалоба – длительный кашель. Кашель может быть различных причин. Это может быть кашель из-за вирусной инфекции, из-за носа, из-за аллергических проблем. Кашель может быть нейрогенного характера. Это очень такая сложная проблема и не всегда она требуется лечения. На прием к главному кардиологу Московской области записались 17 человек. Среди них мама двухмесячного Микаэля – Лариса Казарян. У ее новорожденного сына врачи подозревают порог сердца. Сказали, что нам еще раз сделают УЗИ, чтобы точно посмотреть, что это. Надеемся, что все будет хорошо. После осмотра и сбора анамнеза каждому своему маленькому пациенту Альфия Дроздова делает УЗИ. Костальная позиция очень информативная. То есть абсолютно умеренный кровоток, революбитация, на капли, все увеличивает. Прием – это еще и своеобразный мастер-класс. Главный кардиолог региона охотно делится опытом с медиками Витновской поликлиники. К проекту Министерства здравоохранения Московской области доступная кардиология, в рамках которого организован этот выездной прием, уже второй год. Видно юбилейный, десятый населенный пункт на карте проекта. Мы видим спектр патологий, который здесь есть. Мы общаемся друг с другом, мы видим, как люди мыслят. И ты уже понимаешь, какой уровень профессиональной помощи оказывается в том или ином регионе. Ты видишь, какая тавра стоит, как обустроены здесь рабочие места. Это тоже очень важно. Это важно для организации работы, как для всех. Для формирования потоков пациентов, маршрутизации. И для внесения тех предложений, которые нам помогут дальше улучшить наше качество оказания помощи нашим пациентам. После приема главный кардиолог Московской области провела лекцию для врачей ВРКБ об амбулаторном наблюдении детей с врожденными пороками сердца. Из видного проекта «Доступная кардиология» вскоре отправится в Солнечногорск, Фрязино, Рошаль и Луховицы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. По словам медиков, именно старшее поколение в России – самое активное в опросе вакцинации от коронавируса. Наша съемочная группа побывала в Молоковской амбулатории, куда пришла на прививку 71-летняя Хатира Шабалина. У женщины много хронических заболеваний, поэтому она решила, что пройти иммунизацию ей нужно обязательно. В разгар рабочего дня в Молоковской амбулатории число пенсионеров несколько превышает число молодежи и людей средних лет. Многие из них пришли в медучреждения, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. Пункт вакцинации здесь функционирует с 21 января. На сегодняшний день мы привили первым компонентом, то есть первый этап вакцинации – 1150 человек, второй этап вакцинации – 650 человек. В среднем в день у нас проходит от 50 до 100 человек. 71-летняя Хатира Шабалина хотела вакцинироваться вместе со своим мужем, но у него обнаружили антитела. В амбулатории женщине сделали прививку первым компонентом. Очень много имеют заболеваний, сахарный диабет, давление, очень много таких болезней, поэтому решилась обязательно сделать прививку и как бы предохранить себя и своих окружающих. Перед прививкой Хатиру Ахмедовну осмотрел врач-терапевт. Эти заболевания, если они в стадии компенсации, не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Много пациентов вакцинируются, обычно никаких побочных реакций не возникает. Состояние удовлетворительное. В период вакцинации женщина будет находиться под наблюдением специалистов амбулатории. Все эти дни, если какие-то жалобы, то обращаются к врачу-терапевту. Если возникают местные реакции, то это все мы обговариваем, чем лечить. Как отмечают врачи Молоковской амбулатории, прививку от COVID-19 их пациенты в основном переносят хорошо. Побочных эффектов совсем мало. 5 апреля в Ленинском городском округе состоится День донора. Его проводит местное отделение общественной организации «Российский Красный Крест» совместно с Московской областной станцией переливания крови. Акция пройдет в помещении Южной поликлиники с 9.00 до 11.30. Донорами могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, подходящие по состоянию здоровья, имеющие постоянную или временную регистрацию в Москве или Московской области. Наличие паспорта обязательно. Всем сдавшим кровь предоставляется справка освобождения от работы на два дня и денежная компенсация. Для доставки доноров из города Видное к месту проведения акции будет предоставлен автобус. Желающие принять участие в дне донора могут записаться по телефону 8 906 759 15 99 и 8 926 024 91 11. Пожилая женщина из Видного Лидия Ивановна Дудоркина даже не могла представить, что, оказавшись в беде, на помощь ей придут депутаты Ленинского городского округа. Народные избранники проникли с тяжелой судьбой пенсионерки и помогли со столь необходимым в ее квартире ремонтом. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Жительница Видного, пенсионерка Лидия Ивановна Дудоркина, попала в тяжелую жизненную ситуацию. Некоторое время назад скончался ее муж, а позже начались проблемы со здоровьем у сына. В довесок ко всем несчастьям добавились бытовые трудности. Сломалась газовая плита. Пришли газовщики и отключили мне газовую плиту. И сказали, что вроде бы поставят от ЖЭКа. Я жду неделю-полторы, никто не идет. Я пошла в ЖЭК с заявлением. Меня тут выпроводили. И сказали, что мы никому плиты не ставим. Своих сбережений у пожилой женщины не было. И она обратилась за помощью к муниципальным депутатам. При содействии председателя Совета Станислава Радченко и депутата Павла Русакова в квартире Лидии Ивановны была установлена новая плита. При этом народные избранники обратили внимание, что в жилом помещении напрашивается хотя бы косметический ремонт. Нашлись добрые люди, подключились к этой проблематике, в том числе Алексей. И мы совместными усилиями начали заниматься этим ремонтом. Я подключил волонтеров, те вынесли часть мусора, убрали старые холодильники, где-то какие-то зачистки провели, подключились рабочие. И вот на сегодняшний день я вижу хороший качественный ремонт по сравнению с тем, что был. Это, конечно, земля и небо. Благодаря финансовой поддержке предпринимателя Алексея Полевеева уже сейчас удалось отремонтировать потолок на кухне, поклеить новые обои, привести в порядок туалет и ванную комнату. На данный момент ремонт еще не окончен. Работы продолжаются. На стенах был огромный строй жира, копоти. То есть все это зачищалось, это заново штукатурилось, снимались старые огрызки обоев, была положена новая плитка, сделаны полы, наличники, различные потолки, покрашены рамы, окон. То есть все обновлено, все сделано. В ближайшее время ремонт будет завершен. Из квартиры будут вынесены остатки стройматериалов, и жить здесь станет гораздо комфортнее. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов совместно с представителями управления МЧС России по Московской области и руководством Видновской районной клинической больницы провел встречу с предпринимателями муниципалитета. Главной темой совещания стала пожарная безопасность на предприятиях. С начала года на территории Ленинского городского округа произошло 73 пожара. Особую тревогу вызывает череда крупных возгораний на производственных складах. В связи с такой ситуацией временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов организовал встречу с предпринимателями муниципалитета. На ней обсудили вопросы пожарной безопасности на предприятиях. У нас была оперативка и руководитель МЧС нашего подразделения обратил внимание на то, что сейчас начался пожароопасный период и уже у нас поступали сигналы с пожарами. У вас производство связано очень тесно с той деятельностью, которая в этом направлении довольно опасная. Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности Сергей Дежкин, уже в этом году их ведомством было зафиксировано шесть возгораний на производстве и автостоянках. Пожары на таких объектах охватывают большие площади и приносят значительный материальный ущерб. Один из крупных пожаров, который был у нас 12 февраля, это пожар в производственном складском корпусе, расположенном в городе Видное, проектируемый проезд 5208, территория ВЗГИАП. Причиной распространения пожара способствовало отсутствие системы противопожарной защиты на этаже, где произошел пожар. Дмитрий Абаренов попросил управление МЧС увеличить количество проверок на крупных предприятиях. Одно дело, когда кто-то там категорически что-то не хочет сделать, а другое – не проверки ради штрафов, а чтобы это была максимально контактная история и во благо, а не во вред. На встрече была затронута еще одна тема – прививочная кампания. Как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции в округе, доложил главный врач Видновской районной клинической больницы. У нас на данный момент сегодня привито первой фазой 7 747 жителей, второй фазой 4 805. Также на совещании обсудили работу мобильных бригад, которые для вакцинации сотрудников будут приезжать прямо в организации. Руководство ВРКБ готово подобрать для каждого предприятия удобный график. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинскому городскому округу и при силовой поддержке Росгвардии задержаны участники группы, подозреваемые в вымогательстве. В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из кафе, расположенном на советском проезде в городе Видное, при передаче части требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Ими оказались двое мужчин в возрасте 25 и 30 лет. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружен и изъят телефон, используемый для звонков с угрозами потерпевшему, и денежные средства, добытые преступным путем. В отношении правонарушителей следователям следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 20-е годы прошлого века – не только время становления молодой Советской Республики, но и период смелых экспериментов в педагогике. В то время в Советской России пытались изучить и внедрить опыт самых смелых и передовых ученых со всего мира. И делалось это под руководством главного педагога страны, как называли Надежду Константиновну Крупскую. Именно ей посвящена новая экспозиция, открытая в музее-заповеднике «Горки Ленинские». С автором выставки поговорил наш корреспондент Максим Козлов. Это одна из немногих выставок, которая сделана по просьбе посетителей. Все эти книги из библиотеки Надежды Константиновны Крупской, жены вождя мирового пролетариата. При жизни она являлась признанным авторитетом в области педагогики. Наши посетители часто нас спрашивали, какие именно книги хранятся в библиотеке Крупской. Потому что почти все – родители. И тема, как воспитывали человека, какой есть опыт наш советский, российский, мировой. То есть интересно очень многим. И мы, наконец, пошли навстречу таким пожеланиям. После революции молодая Советская Россия стала настоящим полигоном для самых смелых экспериментов в области воспитания и обучения детей. И Крупская активно поощряла такие начинания. Это такая тема называется «Практика ориентированности». Крупская говорила о политехнической школе. Она говорила о том, что есть базовые знания в науке, в физике, химии, в математике. С помощью которых уже чуть позже, оладев ими, человек может себя применить в какой-то конкретной специальности. Отсюда у нас химия молока, самолет на уроках математики, математика юного строителя. Но сначала математика, и сначала химия. Ведущую роль в становлении образования в России сыграл первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский. Его деятельности также посвящены несколько экспонатов. В самом центре выставки книга Луначарского, она называется «Воспитание нового человека». Потому что, а про что эта система? Да? Про воспитание. А чем этот новый человек отличается от другого, от того, который был раньше? Чем нас тот не устраивает? Тот был индивидуалист. Этот будет коллективистом. В ходе поисков облика новой школы активно использовался опыт передовых педагогов со всего мира. Среди них американец Джон Дьюи, итальянка Мария Монтессори и советский ученый Антон Макаленко. Очень много методик, очень много учебников, очень много поисков ведут сами учителя. И как раз вот это тут тоже отражается, что, видите, у нас и математика живая, а Красная Зорька, это сразу понятно, что это в деревню букварь пойдет. То есть книги чтения, колхоз и трактор. И все это в развитии, в постоянном. По сути, главное в этой выставке рассказ экскурсовода. Богатая история, связанная с этими книгами. Ну и важен ответ на главный вопрос, почему при огромном количестве подходов к образованию именно классическая школа сохранила свои позиции. Постоянно поступали отчеты с мест, что учителя не справляются на уроках хаос. И у детей нет никаких знаний в результате. То есть мы с вами говорили о том, что это все было в Сферунде в 30-х годах, но это не только такая политическая воля Сталина. То есть я не хочу, чтобы была свобода в школе. Результатов не было. Экспозицию, расположенную в музее-кабинет и квартира Ленина в Кремле, музее-заповедника Горки-Ленинский, можно посетить ежедневно с 9 до 18 часов, кроме выходных дней. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин